Есть мнение некоторые о том, что есть хадисы, сейчас мы процитируем. Во время восхода и захода Солнца нельзя намаз читать. Поэтому есть мнение, да. Я соглашусь, даже здесь Аскаля не применяет его, это Абу Ханифа сказал. . Ну, я сам следую ханафитскому мазхабу, да. Но, как я обычно говорю, я сам практик. То есть я больше трех десятков лет совершаю намаз в разных странах, в разных условиях, в разных обстоятельствах и, ну, зная мусульманское богословие. Не вопрос, вот Абу Ханиф вот так вот сказал. То есть, да. Он с учетом того, что во время восхода или захода нельзя намаз читать. Но это что? Мнение. Да. Я ханафитскому мазхабу следую. Безусловно. Но без фанатизма. Да. За это меня критикуют там и так далее. Но вроде как, если имам, то должен быть фанатом своего мазхаба. Не знаю, извините. Может быть, там где-то… Да. Он сделал хадис, что нельзя молиться во время восхода или захода. Дальше будет. Но в этом-то хадисе говорится о том, что… Ну, уж очень прямой текст в этом хадисе, который мы сейчас процитировали. Если ты один ракет успел до восхода, но ты второй ракет во время чего делаешь? Восхода. Как не противоречить? Он говорит, что если ты, совершая намаз… Да. Когда ты совершаешь намаз, если восходит солнце в это время, то твоя молитва недействительна. Вы не поняли. Ладно. Если один ракет успел входить и говорится, то весь намаз засчитывается. Все. Как своевременный. А он говорит… Я понимаю, что можно сейчас вот так во все эти детали уйти, уйти, закопаться, там все вот так вот разложить, но я в этом смысла не вижу. Ну, не вижу. Я ханафистского мазхаба следую? Безусловно. Соглашусь, иногда там чуть ли не на административном уровне людей заставляет какому-то мазхабу следовать. Но это уже нездоровая ситуация. Некоторые страны, они прямо ввели чуть ли не в Конституцию, что у них такой-то мазхаб. Зачем, когда государство отделено, когда религия отделена от государства? Другой хадис. Тоже. Они один за другим идут. Имам аль-Бухари их поставил. Они маленькими темами идут. . В данном случае здесь идет в общем. Вообще. То есть любой намаз. Если человек успел один молитвы, то в этом случае он настиг всю молитву. То есть, когда вы впритык. Я понимаю. То есть знаю людей, которые говорят, Шамиль, нужно все вовремя. В начале намаза. Но посмотрите на их стиль жизни. Это обычно люди, которые живут за чей-то счет и больше ничего не делают. Только намаз читают вовремя. Но живут за чей-то счет. И вот даже у меня порой спрашивают. То есть истории. Удивительные просто истории. В телеграмм недавно ответил. То есть женщина говорит, возмущается. Наума.ру написала. «Как так может быть? Разве нельзя? Вот бывают же исключительные ситуации, когда нужно взять кредит. Такая ситуация, такая ситуация, такая ситуация». Я с ней не соглашаюсь по этим ситуациям, когда комментирую. Я говорю, здесь нет такой необходимости. Тут нет такой необходимости. Но потом, я как-то думаю, что тут как-то странные какие-то она истории приводит. Примеры, что вынуждены брать кредит. А потом рассказывают по своему мужу. Которые десять лет они женаты. Все. Он жестко не берет никаких кредитов, но требует от нее, чтобы она брала кредит. И она взяла для его бизнеса на производство. Когда не хватает, она берет для его обновления оборудования, для аренды. И она пишет. «Как же вы мусульмане?» Она сама мусульманка. «Как же так можно? Я теперь… Вот он такой святой. Он не берет кредит. Как же вы так вообще можете?» А вот я на себя все это взяла. И в итоге что? Такие истории бывают. До этого тоже встречал. Он от нее ушел, а все кредиты остались на ней. Вот и все. Десять лет мы так вот жили. Странно. Но я говорю этой женщине, что послушайте, вы же сами виноваты. Ну, нужно быть какой-то слепой, глухой, немой и тупой. Когда ты сама подписываешься под тем, что муж при этом… И при этом она пишет вот эти известные выражения определенных кругов мусульманских, что там это все дуния, это все ненужное, это все харам и так далее. А сам же все это за счет жены все это реализует. Не поймешь. Вот какая логика у людей. Поэтому здесь, да, человек будет с умным видом говорить и цитировать хадисы, что нужно все своевременно, намазы. Все понятно. Но, наверное, все-таки не просто так. Заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад , говорил о том, что . Кто успеет хотя бы на один ракат молитвы, тот успевает на саму молитву. То есть бывают случаи, когда ты даже впритык, и уже время молитвы завершается. Но ты все равно ее совершаешь. Если ты не успеваешь совсем, то она идет как в исполнение. Но если ты один ракат успел… То есть, да, конечно, мы не просчитаем по времени. Мы не можем это все вот так вот смотреть. Идем или поднимаемся на второй ракет и смотрим на время. Мы попали или не попали. Но не бывает такое. Даже расписание нужно понимать. Там тот или иной плюс-минус. Аср, зогр. Там чуть-чуть может играть. Раньше времени не надо. Но все равно. То или иной. Чуть-чуть там несколько минут. Поэтому здесь это не для того, чтобы постоянно на расписание смотреть. А для того, чтобы знать. И не для того, чтобы на потом оставлять. Нет. Но для того, чтобы в исключительных случаях это знать и молитву совершить. Здесь в комментарии говорится, что вот таково положение и делал . И так считают большинство.